Всем добрый день! Многие спрашивают, сколько бы я снимал. Спрашиваю про обогрев почвы. Дорогим моим землякам северянам, указываю, это лента нагревательная для именно для обогрева почвы. Производит ее Соколэлектрозавод в Питере. Мы ими уже занимаемся уже, наверное, шестой или седьмой год. Пять лет точно у меня закопана дача. Мы даже сделали вот такую инструкцию собственную, потому что некоторые моменты не хотят отправлять на заводе и поэтому мы перестали бороться и сделали свое. Поэтому отправляем без коробки. Многие там говорят, почему без коробки, без инструкции и подделка. Это настоящая лента. Имя в том, что есть производит такую же, но немножко другую подделку. Это настоящий мы отправляем именно заводской Соколэлектрозавод. Вот она лента. Это 10-метровая. С одной стороны стоит термопара, то есть термодатчик, который просто у него размыкающая пластина, как она называется там. В общем, она настроена. Их бывают разные по температуре. Это именно настроены вот эти вот, между прочим, релешки производят в Армении. Когда был первый кризис, пандемия, была проблема с обогревом практически на целый сезон, пока не нашли они выхода контакта с нашей дружественной Арменией. Так вот, этот термодатчик настроен на включение плюс 15, плюс 14. Там запас 1-2 градуса, даже в инструкции написано. Пусть будет плюс 15 и выключение плюс 20. То есть, если у вас остыла почва до плюс 15, она будет греть, включаться и греть до плюс 20. Многие говорят, вот она не работает. Так, конечно, температура руки 36, тело, вы в почву разунете, даже если плюс 20, она уже работать не будет. Пока температура... Рекомендую многим располагать, даже в инструкции своей мы написали, датчик, термодатчик в горизонтальной плоскости с лентой или же под ленту. То есть, под лентой, чтобы пока тепло дошло до нее, она работала. Потому что если вы расположите, как написано в инструкции, сверху, то земля сверху прогревается естественным путем под воздействием солнца. И что получается? Что лента не работает, потому что датчик выключен и он горячий. Дальше, на другом конце находится провода. Самое тоже интересное из завода. Вот я их бил-бил, бил-бил. Три или пять лет, пока вот инструкцию в этом году свою нельзя. Три провода. Вот какой человек, пенсионер, садовод, может разобраться, где плюс, где минус, где 220, где что. Оказывается, вот этот зеленый провод, это просто заземление. То есть, его можно откусить и выкинуть. Вот эти два белых, это 220. То есть, фаза 0, которую вы включаете в розетку. Даже как логика понять. Сидят люди, блин, в возрасте, всяких ПТО, отделах этих, как от нас требуют, проекты там. Ну, трудно в инструкции написать, что это. Ну, вы же должны, говорит, знать. Или каждый электрик. Да причем здесь электрик? Мы же люди. Это обычные садоводы, которые просто хотят закопать. Вот я даже человек. Откуда могу знать, какой из них светом куда включается. Поэтому зеленый, это откидываете, выкидываете, отрезаете, а это 220. Ну, заземление, да. Это 222 белых. Ну, вот вроде бы все, обзор сделал. По длине они бывают. Это 10-метровые. 4, 6, 8, 10, 12. Мы отправляли сам больше 20 метров. То есть, от 4 до 20 метров. Ну, соответственно, разная цена. Ну, вот вроде бы все рассказал. Сейчас мы работаем по ним по заказу. То есть, оплата вперед 100% заказа на завод. Нам их присылают. Мы отправляем дальше, упаковываем и отправляем почтой и лист с деком. Вчера 10 штук отправил почтой России. Две осталось 10 метров. Сейчас придет еще большая партия. Поэтому успевайте, заказывайте. Очень хорошая вещь. Греет, но греет почву только. Не теплицу, сразу вам говорю, а именно почву в грядке. Еще, что ее огромный плюс в том, что не надо делать выемку грунта. Просто прокопали траншейку, уложили и забыли. Вот и все. Ну, всем, всем хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok